Мы выбираем жизнь. Большой семейный праздник, посвященный Всемирному дню борьбы с инсультом, прошел во Владивостоке. Организатор мероприятия благотворительный фонд «Инсульту нет» постарался устроить программу так, чтобы она была интересна и полезна всем. Инсульт головного мозга – вторая после инфаркта миокарда причина смертности населения России. Также он занимает первое место среди заболеваний, ведущих к инвалидности. Уже несколько лет невролог Дмитрий Хан занимается распространением простой методики раннего распознавания инсульта «УДАР». Сегодня ее стали использовать по всей стране. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня Дмитрий Хан, президент благотворительного фонда «Инсульту нет» и заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Краевой клинической больницы номер один. Здравствуйте, Дмитрий Сугитович. Здравствуйте. В очередной раз рады видеть вас у нас в студии. Взаимно. Давно не виделись, правда? Очень. Но, тем не менее, есть очень много поводов, как раз, чтобы обсудить их. Три года вы уже ведете такую достаточно активную пропаганду. Четыре года. А, даже четыре. Вот, видите, ошиблась. Так давно мы не виделись, наверное. Такую активную пропаганду за то, чтобы люди узнавали, как можно раньше, что такое инсульт, как предотвратить его последствия. Вот недавно был, как мы сказали, большой праздник семейный. Вы как раз в формате таком доступном и детям, и взрослым стараетесь донести это. Расскажите нам об этом. Каковы уже результаты этой большой и нужной такой работы? Ну, действительно, работа началась в 2014 году, когда 29 октября, это Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирная организация здравоохранения вот такой день сделала великий для нас, кто занимается инсультами, потому что мы совершенно обоснованно можем в этот день выходить через средства массовой информации и рассказывать людям о том, что есть такая проблема и есть пути решения. Появился официальный повод, можно сказать. Да, официальный повод. И поэтому 29 октября 2014 года впервые была проведена акция в нашем городе. И она проводилась в том формате, как обычно это проходило. Измеряли давление, холестерин, глюкозу, приходили люди и так далее. Я посмотрел, как это все прошло и понял, что такой формат неприемлем в принципе, потому что это анахронизм. То есть, по большому счету, эту работу делают люди и так на сегодняшний день в первичном звене. То есть, они выявляют факторы риска у людей и занимаются этой проблемой. Но чтобы людям рассказать о том, что действительно может быть полезно, нужно абсолютно менять формат. И поэтому долго-долго мы шли к этому и наконец-то пришли к тому, что в прошлом году был организован благотворительный фонд, который называется «Инсульту нет». Мы хотели, чтобы не только врачи, но и те люди, которым не все равно, чтобы они как-то объединились под нашим крылом и мы вместе пошли дружными рядами делать и творить добро, то есть рассказывать людям очень нужную информацию. Основная задача у фонда была именно рассказать людям информацию, очень нужную, очень полезную. И вот в прошлом году, 29 октября 2017 году, мы сделали вот такое мероприятие, оно было в формате семейный праздник. Дело в том, что я очень длительное время думал о том, что как же людям надо подать эту информацию об инсульте. И у меня были разные подходы. Сначала я людей пытался запугивать безбожно. То есть запугивал, рассказывал им ужасы, страхи всякие. И я понял, что люди начинают меня чураться. То есть когда людям начинаешь рассказывать всякие ужасы, они начинают прятаться от тебя и говорить всякие там типа «не хочу тебя, ну не хочу это даже слушать, я и так боюсь» и так далее. И поэтому я подумал, что нужно поменять этот формат, нужно поменять его совершенно радикально на позитивный какой-то формат. А на что люди хотят прийти? Они хотят прийти на праздник, то есть им нужны позитивы. И поэтому мы сделали вот такой совершенно странный праздник, семейный праздник, который посвящен дню инсульта. И на этом празднике мы, самая главная наша была задача, это привлечь людей, чтобы они захотели туда прийти. И мы могли в незатейливой форме рассказать им о первых симптомах инсульта. Это вот тот самый пресловутый удар, который я пропагандирую на протяжении четырех лет. То есть улыбка, движение, артикуляция – это первые симптомы инсульта. Кривая улыбка, слабость в руке и нарушение речи – это первые симптомы инсульта. Решение – это четыре с половиной часа, которые у нас есть, и звони 103 с мобильного. То есть вот это тот информационный посыл, который самое главное мы хотели донести до людей. И мы придумали тему под названием квест, то есть такой детский квест, где дети проходят, там эти У, Д, то есть там придумывались какие-то игрушки. И дети проходили и получали какой-то некий приз. В этом году мы сделали точно такое же мероприятие. Оно прошло у нас в таком же самом формате, но мы придумали немножко другую историю, что дети очень любят супергероев, то есть хотелось бы, чтобы было вот это ощущение, что мы тоже как бы из них. И поэтому наши супергерои, которые стояли также на станции под буквой У, Д, А, то есть они давали детям задания, дети проходили эти станции и получали наклейку на грудь, и после этого они входили в команды, в команды супергероев, которые должны были пойти на борьбу с инсультом. Ну, что такое. И поэтому было очень весело, там было очень много выступлений. Вот, помимо этого у нас в торговом центре Дружба, где все это проходило, работали волонтеры. Работали волонтеры, это студенты медицинского колледжа, это те, которые меня поддерживают на протяжении всего этого времени. Да, ребята и девчата, абсолютные умнички. Это были врачи-терапевты будущие, да, которые тоже пришли, и они измеряли давление, то есть разговаривали с людьми. Вот, поэтому было раздано огромное количество листовок, около 5000 листовок мы в этом торговом центре в этот день раздали. Да, и поэтому в незатейливой форме, ненавязчиво, абсолютно в позитиве, мы людям рассказывали о первых симптомах инсульта и пытались вот таким вот образом решать эту проблему. Более того, я хочу добавить, что вот эта работа, которая проделана вами за 4 года, она ведь уже не на уровне города и края. Ну, это, конечно, очень приятно, но я бы хотел немножко поправить, да, то есть что данная методика и вообще вот эта вот методика удар, это не наше изобретение, это наша находка в какой-то степени, да, потому что эту диагностику мы ее нашли в Википедии. Поэтому ее придумал какой-то человек, да, замечательный молодец, умничка. Вот, так вот, дело в том, что действительно до нас просто никто об этой диагностике именно в таком названии не знал, да, и поэтому с нас это пошло, и это вот большая гордость для Владивостока, для Приморского края. Да, действительно, и центральные каналы используют сейчас, и все, в принципе, ведущие инсультологи, да, то есть тоже знают об этом и тоже начинают об этом говорить, что, ну, действительно, очень интересная аббревиатура, запоминающаяся, очень правильная, точная. Вот, поэтому в этом смысле да, поэтому, да, действительно, это гордость. Можно ли сегодня говорить о том, что как-то ситуация, ну, есть тенденция к улучшению в плане ситуации с инсультами, даже в плане статистики, может быть, или же пока еще об этом рано говорить? Тенденция такая однозначно имеется, вот, потому что, конечно же, мне очень легко померить успешность, да, нашего проекта, потому что к нам поступают пациенты, и есть то, ради чего, собственно, на это все будет. Это было затеяно, да, это то лечение, которое называется тромболитическая азерапия или тромболизис, когда мы внутривенно можем человеку с ашемическим инсультом вести специальный препарат, и он растворит тромб. Но для этого человек должен уже поступить вовремя, да, он должен поступить четыре с половиной часа. Так вот, за последний год увеличение людей, поступающих в окне, в терапевтическом окне, так называем, в эти четыре с половиной часа, увеличение произошло ровно в два раза, да, и при этом и количество тромболизиса, в два раза увеличилось. Поэтому это очень хороший показатель, это, в принципе, очень неплохой показатель по нашей стране. Это сохраненные жизни. Да, это сохраненные жизни, это каждый, в каждой ситуации, это какая-то некая история, да, эти истории, они очень мотивируют докторов на то, чтобы дальше продолжать работать, потому что наша профессия, она профессия очень трудная. У нас очень проблемные пациенты, имеющие кучу всяких разных патологий, и на фоне случившегося инсульта, как правило, происходит обрушение по разным системам. Такие больные очень трудно выздоравливают и требуют очень сложного медицинского такого мониторинга и лечения. Поэтому, да, это действительно, как бы, большой, очень колоссальный труд. Что хотелось бы мне сказать в отношении той нашей работы большой, которая за последний год произошла, ну, могу сказать совершенно с большой такой гордостью, что то, что сделал благотворительный фонд «Инсульта нет» за последний год, этим реально можно прямо гордиться, потому что такого в стране никто не делает. Ибо у нас прошло невероятное количество мероприятий. То есть мы выиграли президентский грант, да, то есть мы показали обоснованность и состоятельность нашего проекта. В рамках выполнения всех мероприятий по президентскому гранту у нас состоялись школы волонтеров, да, то есть замечательные студенты медицинского колледжа участвовали в этой школе, мы их обучали и как читать лекции, да, то есть мы им давали технику публичного выступления, ну, то есть как бы все по-серьезному. Вот с этими лекциями студенты, волонтеры пошли по организациям, по школам, может быть не все так гладко там идет, да, но тем не менее, тем не менее, работа ведется и работа большая. У нас в июне месяце состоялся автофлэшмоб. Вообще, в принципе, хочу сказать, что автофлэшмоба всяких разных проходило в нашей стране много, но такого, чтобы на центральных площадях города собирались автомобили, и это было посвящено инсульту, да, и мы собрали удар, слово, и инсульту нет, да, и это было 100 автомобилей, это было огромное количество людей, которые захотели участвовать в этом мероприятии. Вот, и на каком это позитиве все произошло, вот, я считаю, что это очень большое дело, это как раз тот самый позитив, который мне очень хотелось, чтобы был у людей. У нас был забег, да, бегом от инсульта. В нем принимало участие более 60 человек, молодых, энергичных, замечательных людей, которые бежали по центральным улицам Владивостока, безобразничали, да, но тем не менее, то есть, как бы, мы получили на выходе и видеоролик, да, и этот видеоролик разместили в соцсетях, да, и таким образом тоже у нас была возможность привлечь внимание людей к тому, чтобы они узнали, хотя бы вот озадачились. Вот, у нас с помощью волонтеров мы ходили по торговым центрам, там, раздавали листовки, все это тоже происходило на колоссальном подъеме, огромное количество волонтеров участвовало, то есть, вот, в том, чтобы ходить и раздавать, все это тоже проходило на невероятном вот таком эмоциональном подъеме. Я бы хотел, конечно, прямо выразить благодарность всем ребятам и девчатам, потому что у них реально добрые сердца. Да, Дмитрий Сугитович, давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Запомни симптомы инсульта. Улыбка кривая. Движение. Слабость в руке. Артикуляция. Нарушенная речь. У врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь. Удар. Звони 03. А мы продолжаем наш разговор. Дмитрий Сугитович, понятно, что есть тенденция к улучшению, то, что люди все-таки знают теперь про терапевтическое окно, в которое необходимо поступить, чтобы спасти жизнь, избавить человека от последствий инсульта, которые бывают очень страшными. Но тем не менее, 2% это, к сожалению, не 99, и все-таки еще большинство людей не знают об этом. Ну там у нас не 2% людей. У нас, получается, вот последние цифры, это количество людей, которые поступило в терапевтическом окне, это 20%. А, уже 20%. То есть было в прошлом году 10%, сейчас 20% людей поступают в окне. А количество тромболизисов, оно получается в районе 8%, вот на сегодняшний день увеличилось. Так вот, что я бы хотел сказать. Вот, знаете, чтобы не было головокружения от успехов, потому что мы на всех мероприятиях наших анкетировали людей. Мы делали, анкетировали, у нас была такая маленькая анкетка. Эта анкетка, она состояла из нескольких вопросов. Один вопрос был, знают ли люди диагностику ударов. То есть там были провокационные ответы, типа, может быть, это ответ СОС, да, а может быть, это быстро. Ну, и был удар. И это анкетирование показало, что 57% людей знают диагностику ударов. Они слышали это слово. Но когда мы начали изучать, а что же это за удар такой, да, то есть какие симптомы вы знаете. И там, получается, было 3 правильных симптома, а 2 неправильных. А можете их перечислить, все-таки эти правильные симптомы? Правильные симптомы – это кривая улыбка, это нарушение движения или слабость в руке, это нарушение речи. Вот 3 правильных симптома. Это удар, улыбка, движение, артикуляция. А какие тогда ошибочные были? А ошибочные – это было, значит, помутнело в глазах, да, потемнело в глазах, да, и появилось головокружение. То есть, понимаете-ка, за правильные ответы брались все-таки ответы, которые включали 3. Да, потому что так бывает, что голова закружилась, и при этом появились эти 3 симптома. Да, и бывает, что и потемнело в глазах, но когда люди конкретно отвечают на то, что у него потемнело в глазах, голова закружилась, и они какой-то один из симптомов указывают или нет, то все-таки этот вопрос считался как неправильный. Так вот, неправильно ответило подавляющее большинство, правильно ответило всего 24% людей, или 25, я уже не помню. Ну, короче говоря, вот такой процент получился. Значит, когда на третий вопрос, третий вопрос был про 4,5 часа. Знают ли люди, что такое окно вот это, в течение какого времени надо доставить? И вот на то, что 4,5 часа ответило тоже 23% людей. То есть, процент людей, которые знают, он очень маленький. И поэтому это, с одной стороны, заставляет как бы задуматься и понять, что на самом деле целина не пахана, и очень много надо что сделать. То есть, вложиться в информирование людей нужно, прикладывая большие усилия. Потому что прокачать информационное поле, рассказать про удар, может быть, да. Но если люди не поймут, что за удар такой, значит, тогда все будет мимо. Поэтому я очень долго размышлял над тем, как же это сделать, да. Потому что получается так, что очень много каналов, да. Совершенно трудно понять вообще, через что действовать. Действовать, да. И что смотрит основная категория людей, которые попадают к нам в отделение. Это люди старше 60 лет. Да, они уже не находятся в информационном поле, да, там, в том, в котором мы находимся. То есть, они не участвуют в соцсетях, они не читают, плохо уже, может, читают газеты, или не смотрят телевизор, потому что там смотреть нечего. Ну и, одним словом, много есть нюансов всяких разных. И я подумал, что нужно действовать через нас, через людей активных, находящихся в социальных сетях, потому что это самый мощный канал, да. Это канал, через который можно получать тысячи каких-то просмотров. И поэтому, если людей правильно замотивировать, то тогда есть шансы, что эта информация может дойти до нужных людей нам, до наших родителей, до наших бабушек, до наших дедушек. Опять же, через детей и внуков, которые тоже должны знать. Через нас, да. Поэтому вот было очень много таких вот у меня таких информационных всяких разных постов, да, то есть, где я людям говорил о том, что надо поделиться этой информацией. Да, и поэтому вот последнее наше произведение, да, последний наш ролик, музыкальный клип, который тоже рождался очень долго, да, потому что идею такого музыкального ролика я вынашивал несколько лет. Писал много текстов, вот, и один, ну, самая центровая часть про удар, она была написана очень давно, да, но всё остальное, оно сложилось, потому что... Нарастало со временем. Да, должны были сойтись звёзды, да, на небе. И вот эти звёзды сошлись, да, и благодаря тому, что подобралась вот такая замечательная команда людей, да, потому что данный клип — это результат творчества большого количества людей, да. Человек Николай Новиков, который написал музыку. Это Константин Белецкий, который срежиссировал всё это, да, и с ребятами всё это сняли, да, и поэтому то, что... Замечательные люди у нас в городе живут, да, и эти ребята совершенно безвозмездно предоставили свои материалы, да, Евгений Береснёв, который предоставил свои замечательные таймлапсы. Поэтому ребята со слоумоушен, аэро, которые дали свои видеоскоптеры, тоже из этих денег никто не попросил, понимаете? То есть, в принципе, вокруг этого всего дела объединяется огромное количество замечательных людей. Разных сфер деятельности. Абсолютно разных. И в этом ролике огромное количество людей, да, которые поучаствовали. Это мои коллеги-доктора, которые пришли, несмотря на свою невероятную занятость, и мы целую часть снимали то, что оказалось в этом ролике. Поэтому наш ролик – это призыв. Наш ролик – это такое обращение к людям, да, о том, что, во-первых, нужно запомнить эту диагностику. Эта диагностика спасает жизни. Второе – это то, что нужно поделиться этой информацией, да, потому что по-другому никак наши родители и бабушки, и дедушки не смогут это узнать. И поэтому, если это произойдет, если мы поделимся хотя бы с двумя из нашего окружения, это будет большое-большое-большое дело. Вот. Поэтому наш ролик – это, ну, такая вот, мотивация, да, то есть мотивационный ролик. Это мое такое вот огромное желание, чтобы все-таки ко мне попадали люди в терапевтическом окне, чтобы я им мог помочь, и мои доктора. Я, в свою очередь, очень хочу поблагодарить вас, не побоюсь, от лица наших телезрителей, от лица восьмого канала. Спасибо вам за то, что вы делаете, потому что, действительно, вы спасаете жизнь, и продолжаете это делать. И очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей посмотрели клип, который называется «Удар», это новое видео. Есть и много очень других видео на вашем канале замечательных. Это истории ваших пациентов, это вся ваша деятельность. Можно, я так понимаю, присоединиться, как-то помочь благотворительному фонду инсульту. Ну, я думаю, что да, конечно. Я вообще очень рад любой помощи, потому что есть замечательные ребята, которые совершенно безвозмездно печатали листовки, делали брендирование автомобилей. То есть очень много чего происходит. У нас на сегодняшний день все-таки удалось как-то изменить, ну, что-то изменилось. И вот на сегодняшний день в город Владивосток поступает медицинский транспорт, скорые помощи, санитарные машины, и они будут брендированы ударом. Понимаете? То есть как бы 30 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей будут брендированы ударом. Я считаю, что это очень большое дело. То есть как бы, ну, мне вот во всяком случае очень приятно, что теперь по городу будет гораздо больше информации ездить, да, и слышать там люди будут и так далее. Потому что, конечно же, мы прекрасно все понимаем, что информация, она в голове человеческой застревает очень ненадолго. И поэтому чем больше мы на нее натыкаемся и напоминаем, да, мы это слушаем, кому-то передаем, тем больше шансов, что что-то в этом мире может измениться. Я считаю, что большая будет заслуга и большой будет успех, вот лично для меня, если мимо человека, который упадет, рядом идущие люди, они не пройдут мимо. Да, они не подумают, что он пьяный, а могут подумать, например, а не инсульт ли это произошел. И спасут ему жизнь. Да, и если так это произойдет в нашем сознании, значит, можно сказать, что это тоже очень большое дело произошло. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо вам, что пригласили. Я предлагаю сейчас вместе с вами и с нашими телезрителями посмотреть новый видеоклип благотворительного фонда «Инсульту нет. Удар». Жизнь прекрасна, жизнь чудесна, жизнь безмерна, интересна. В ней прекрасные мгновенья, детский смех и восхищенье. Красота всего живого, теплота родного крова. Свет волшебный, глаз любимых, радость встреч с людьми родными. Эй, постой, не уходи, друг, ты нас послушай. Эти несколько минут путь великодушен. Очень может быть, как знать, может пригодиться. Знание, каким хотим с тобою поделиться. Если вдруг кому-то плохо стало, а ты рядом. Вдруг лицо перекосило, а рука ослабла. Если говорит, как будто в рот набравший каши. Ты запомни тест-удар, он инсульт покажет. Улыбка, движение, артикуляция, решение, инсульта, идентификация. Важно знать, что лишь всего четыре с половиной. Есть часа у нас на всё. Звони 103 с мобильного. Звони 103 с мобильного. Жизнь прекрасна, жизнь чудесна. Жизнь безмерна, интересна. В ней прекрасные мгновения, Детский смех и восхищение. Красота всего живого, Теплота родного крова, Свет волшебный, глаз любимых, Радость встреч с людьми родными. Эта информация спасти поможет многих. Передай другому, расскажи подруге, Расскажи коллеге, он расскажет маме. Это может жизнь спасти многих тех, кто с нами. Улыбка, движение, артикуляция, Решение, инсульта, идентификация. Жизнь прекрасна, жизнь чудесна, Жизнь безмерна, интересна. В ней прекрасные мгновения, Детский смех и восхищение. Красота всего живого, Теплота родного крова, Свет волшебный, глаз любимых, Радость встреч с людьми родными. Редактор субтитров А.Семкин